Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы сегодня с нами. Последние несколько недель у нас проходит «Школа Исцеления». Мы изучаем чудеса исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Мы разбираем их строчку за строчкой, стих за стихом, осознавая, что делая то, что делали эти люди, мы получим то, что они получили. Также нам важно понимать, что Иисус действовал в трех направлениях. Он ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Из этого должно состоять наше земное служение. Каждая церковь должна учить, проповедовать и исцелять. Не хотелось бы упустить ни одного аспекта дел Иисуса в нашем собственном служении. Хотелось бы акцентировать то, что Он акцентировал. А для этого нам нужно взять духовный учебник, божественный учебник, Слово Божье, и изучать то, что Он делал строчку за строчкой, чтобы добиться результатов, чтобы стать умелыми, как Он. Давайте обратимся к 6 главе Луки и рассмотрим историю еще одного исцеления, произошедшего во время земного служения Иисуса. Прочитаем с 6 по 11 стих. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку и учитесь вместе с нами. Ведите записи, потому что эти истины вам принадлежат, чтобы вы могли стать такими же умелыми, как Он. Итак, Луки 6, 6. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство. Удивительно, не так ли? Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Давайте вернемся к шестому стиху и рассмотрим каждый стих подробно. Не хочется просто наспех читать, упуская возможность обрести навыки. Шестой стих. «Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Обратите внимание, Иисус учил тех, кто был в синагоге. Тело Христа нуждается в учении. Божий народ нуждается в учении. Потому что невежество в слове – это доступ для дьявола. Послушайте, Иисус лишил нашего противника всякого превосходства, но Он пытается его себе вернуть. И невежество дает Ему преимущество в нашей жизни. Невежество не значит, что вы не способны учиться. Это значит, что вас не учили. Дьявол рассчитывает на невежество. Он не может действовать там, где есть знания. Он не может действовать, когда мы понимаем, кто мы во Христе, и применяем это. Невежество же – открытая дверь для действий врага. Итак, знание и исполнение слова – одна из величайших защит от врага. Люди говорят, «О Боже, защити меня от врага! Защити меня от этого! Защити меня от того!» Когда вы знаете, кто вы, и применяете это знание, исполняете слово, вы защищены. Одна из главных защит от врага – быть исполнителем слова. У дьявола есть доступ к жизни многих людей просто потому, что они не распознают замыслы врага. Они часто даже не осознают, что враг действует, а потому не противостоят ему. Они просто поддаются тому, что неправильно, и сотрудничают с неправильными мыслями, с неправильными словами. Когда приходит неправильная мысль, они не распознают в ней врага и не ниспровергают ее. Они принимают неправильные мысли и прокручивают их в своем уме. Нехватка знаний, неспособность распознать замыслы врага становится входной дверью для него. Напротив, питание словом, изучение и исполнение слова поможет вам распознать попытки неприятеля получить доступ в вашу жизнь. Распознание нужно в первую очередь, ведь дьявол хочет работать незаметно. Поскольку узнав его, многие противостали бы ему. Тогда как, не распознавая действия врага, люди думают, что это просто их супруг, супруга, просто они так были воспитаны. А первое, что нужно для победы, это распознать действия врага. Первое, что нужно, это понять, что враг работает против вас. У него много схем. Он использует множество различных путей нападения и вторжения. И наша задача номер один – распознать их. И именно знание слова помогает различить, что от Бога, а что нет. Аминь. Итак, Иисус делал в синагоге то, в чем Божий народ нуждался. Заметьте, Он учил иудеев, людей завета. Они с детства ходили в синагогу каждую субботу. Тем не менее, Иисус учил их. Прежде чем начать исцелять, Он их учил. Преимущественно, мы видим такой порядок. Сначала учение, а потом исцеление. Это не значит, что служение не может начаться с исцеления. Может, если люди обучены. Не нужно быть законником. Никто не исцелится, пока я не преподам учения. Если ваша церковь двигается в учении, есть основания для потока исцеления. Но в большинстве случаев мы видим, что, находясь в собрании и посреди толпы, Иисус уделял время учению. Зачем? Чтобы люди могли сотрудничать с Ним в получении исцеления. Итак, Иисус в тот день учил в синагоге. И учение не только несет свет Слова. Учение – это лекарство от неверия. Учение – это лекарство от сомнений. Учение – это лекарство от страха. Заняв свое место в Слове, осознав, кто вы во Христе, вы прогоните сомнения, прогоните страх, прогоните подавленность, прогоните депрессию, прогоните болезни. Ваш дух может просто осенить. Я исцелен. И болезнь уйдет. Когда приходит свет, тьма не может его объять. Тьма не может его одолеть. Тьма бежит. Итак, Иисус учил людей тому, что говорит Слово. Таким образом, создавая обстановку для принятия чуда. И в синагоге, в которой учил Иисус, был человек с сухой правой рукой. Я догадываюсь, хотя Писание об этом не говорит, но и не опровергает, что этот человек был не единственным, кто нуждался в исцелении в тот день. За 25 лет пастырства я не помню, чтобы на общее приглашение выйти вперед тем, кто нуждается в исцелении, отозвался бы лишь один человек. Всегда был больше, чем один нуждающийся. Здесь мы видим исцеление одного человека, но я догадываюсь, что еще очень многие могли бы исцелиться. И Иисус, несомненно, учил людей в надежде, что они смогут принять исцеление. Потому Иисус и говорил, «По вере вашей добудет вам». Итак, Он пытался пробудить в людях веру. И в этой обстановке находился человек с сухой правой рукой. Седьмой стих. «Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него». Религиозные лидеры наблюдали за Иисусом не за тем, чтобы увидеть, как Он благословляет людей. Они были настроены критически. Они наблюдали не для того, чтобы учиться у человека, окруженного чудесами. В служении Иисуса было гораздо больше результатов, чем у этих религиозных лидеров. Мне все равно, как долго вы в служении. Если у кого-то есть результаты, соответствующие слову, которых у вас нет, учитесь, учитесь. Будьте полны желания и готовности впитывать. Будьте пожизненным учеником, потому что всегда можно узнать что-то большее. Кеннет Хэгген был нашим духовным отцом, и каждый раз мы не просто приезжали посидеть на Его собраниях. Мы стремились получить все, что возможно. Важно, с каким подходом, образом мышления и желанием вы приходите на служение. Не просто «сидите с настроем, посмотрим, что у тебя есть, посмотрим, на что ты способен». Религиозные лидеры смотрели именно через такую призму критики. Они пришли послушать Иисуса не для того, чтобы услышать истину, а чтобы найти ошибки. Они не искали точек соприкосновения, они выискивались, чем бы ни согласиться. Наш подход к служению определяет, что Бог сможет сделать для нас на этом служении. Не участвуя в служении всем сердцем, мы не получим всего того, что Бог предлагает нам. Будучи незаинтересованными, мы не получим всего. Поэтому важно идти в церковь и слушать учение Слова с жаждой, открывать Библию, читать и изучать ее дома с жаждой. Я хочу познать Его Слово. Я дорожу им. Нельзя подходить к Слову небрежно. Желая получить что-то на служении, нельзя приходить с критическим настроем против мужа Божьего, против проповедуемого Слова. Не поймите меня неправильно. То, что мы получаем, должно соответствовать Слову. Мы не просто легковерно проглатываем все, что угодно. Все должно соответствовать Слову. Но дело в том, что Бог дал вам пастора, чтобы благословить вашу жизнь, а не чтобы вы были критически к Нему настроены. Как это делали фарисеи и книжники. И кто знает, в исполнении каких личных нужд они упустили в тот день. Потому что критически отнеслись к служению Иисуса. Мы не противимся тому, что Бог может сделать на служении. А они искали, чему бы воспротивиться, а не что поддержать. Дух веры скор на то, чтобы верить. Скор на то, чтобы верить. Слыша Слово, вы скоры на то, чтобы верить. Вы не сидите с критическим настроем, говоря, докажите мне. Просто дайте мне Слово. И если это Слово, если я распознаю, что вы проповедуете и учите то, что в Слове, я скора на то, чтобы поверить. Меня не нужно уговаривать или заставлять поверить. Я готова поверить, когда я знаю, что это Слово. Мы видим, что книжники и фарисеи ничего не получили. Критический настрой мешает принимать. Не будем скоры на критику, но скоры на то, чтобы поверить. Аминь. Мы знаем, что они следили за Иисусом, подозревая, что Он будет исцелять. Они об этом слышали. Наверняка и видели тоже. Видели, как действует Его исцеляющая сила. И потому пришли и слушали Его, настроившись сопротивляться. Они подозревали, что Он будет исцелять, потому что Иисус всегда помогал людям. Если люди нуждались в помощи, Иисус был готов им помочь. Всегда готов. Находясь среди людей, Иисус восполнял их нужды. Если люди с Ним сотрудничали, Он восполнял их нужды. Поэтому, видя человека с сухой рукой, с нуждой, фарисеи наблюдали, что сделает Иисус. Позвольте сказать, любовь Божья настолько велика, Его любовь так сильно хочет проявляться в исцелении, что бывает, просто находясь рядом с кем-то, или видя страдающего физически человека в каком-то общественном месте, я ощущаю Божью любовь, ощущаю силу исцеления. Иногда она осязаемо наполняет мою руку. Что это? Это прилив любви Божьей. Видя нужду, она хочет ее восполнить. Целитель, видя нужду, хочет ее восполнить. Наше сердце, наше отношение должно быть таким. Видя нужду, хотеть ее восполнить. Книжники и фарисеи знали, что Иисус хочет восполнять нужды, готов восполнять нужды. Они, конечно, видели в своей синагоге этого человека с сухой рукой и смотрели, что Иисус будет делать с этой очевидной нуждой. А мне интересно, как долго этот человек с сухой рукой посещал их синагогу. Как долго он туда ходил, не получая восполнения нужды. Мы благодарны, когда нужды восполняются. Нас это не задевает. Мы не соперничаем, не соревнуемся. Если кто-то через кого-то другого получил то, чего не получил через меня, Бог да благословит его. Я не буду ревновать и соперничать. Вот почему они были критически настроены. Они не приносили того плода, который приносил Иисус. И стало очевидно, чего они не дают людям в своем собрании. А оправдать такой недостаток плодов они могли только критикой. Восьмой стих. Мне нравится эта фраза. Но Иисус, зная помышления их, откуда Он знал их мысли? Через Духа Святого. Иисус не знал мысли каждого человека, когда Он ходил по земле в человеческом теле. Он знал те мысли, которые Ему открывал Дух Святой. Ему нужно было быть помазанным Духом Святым точно так же, как нам. И когда это могло помочь Ему благословить людей, Он знал их мысли. Это духовный дар Слова Знания, о котором говорится в 12 главе 1 послания Коринфянам. Итак, Иисус знал их мысли не потому, что Он был Сыном Божьим, а потому, что Он был помазан Духом Святым. У всех верующих есть помазание Святого Духа, и они могут двигаться в Нем как угодно Духу, чтобы быть благословением для людей. Иисус знал мысли людей не для того, чтобы обнажить их ошибки. Он хотел им помочь. Он хотел помочь исправить их мышление. У человека с сухой рукой была огромная нужда в теле, а у книжников и фарисеев была огромная нужда в разуме. Они неправильно мыслили. И Иисус знал их мысли. Зачем? Он пытался им помочь перестать неправильно мыслить. Почему? Потому что Он хотел, чтобы и они получили помощь. Он хотел, чтобы и они вошли во все, что им было дано Богом, как людям завета. Он хотел помочь им с их мышлением. И Дух Святой открыл ему мысли книжников и фарисеев, потому что они нуждались в правильном мышлении. Итак, Он знал их мысли и не собирался позволить их мыслям украсть чудо у этого человека. Восьмой стих. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». Никакого исцеления не произошло. Он просто пригласил человека выйти на середину перед критически настроенной аудиторией. Конечно, не все были критически настроены в тот день. Речь идет о книжниках и фарисеях. Возможно, люди в собрании были открытыми. Итак, Иисус пригласил этого человека выйти на середину, и он встал и вышел. И хотя Иисус знал, что религиозные лидеры ищут, в чем бы его обвинить, Он все равно благословил этого человека. Он не пошел на попятную, чтобы защитить себя от противостояния. Он мог бы не послужить этому человеку и избежать противостояния. Но Он не пытался защитить себя от противостояния. Он пришел, чтобы принести благословение, что бы Ему не противостояло. Нам нельзя бояться. Как Писание говорит Иеремий, не бойся их. Иисус делал то, что правильно и хорошо, независимо от того, кому это не нравилось. Он не искал популярности. Популярность не была Ему важна. Принести плод, исполнить волю Отца. Вот чего Он хотел – быть благословением. Мне так нравится, как Папа Хеггин молился каждое утро. Он рассказывал, что каждый раз Он просил «Бог, сделай меня сегодня благословением». Не правда ли чудесная цель – быть благословением? Иисус не был слабым человеком. Он был человеком власти. И пред лицом этой оппозиции Он и повел Себя соответственно. Итак, Иисус пригласил человека с сухой рукой выйти вперед. «И тогда сказал им». Кому им? Тем, чьи мысли Он знал. Книжникам и фарисеям. Не собранию, а книжникам и фарисеям. Где они сидели? Возможно, спереди. Возможно, Он повернулся спиной к собранию и обратился к книжникам и фарисеям с вопросом. Девятый стих. «Тогда сказал им Иисус». То есть, Он обратился к книжникам и фарисеям со словами. «Спрошу я вас». Он собирался добиться от них ответа, прежде чем исцелять. «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Иисус знал их мысли, но Он не сказал им ничего по поводу их мыслей, а спросил, что должно делать, добро или зло. Прежде чем послужить больному, Он обличил их неправильное мышление. Почему? Потому что их неправильное мышление могло помешать другим людям получить свой ответ. Они могли, сидя позади Иисуса, бросать сердитые взгляды. И люди в собрании боялись бы подключиться к тому, что делал Иисус. Сдерживали бы свою веру. Не сотрудничали бы с Иисусом. Видя лица этих лидеров. Иисус, по сути, повернулся и пресек это, сказав, здесь речь о том, чтобы делать добро. Вы за то, чтобы творить добро? Иисус принес людям правильное мышление, чтобы критика и недовольство на лицах книжников и фарисеев не обворовали собрание. Итак, Иисус принес людям правильное мышление. А религиозным лидерам соблюдения правил было важнее, чем благословение и помощь людям. Лучше бы этот человек остался калекой, лишь бы не были нарушены правила. Они не хотели, чтобы Иисус исцелял в субботу. Они говорили, что исцеление недостаточно свято для этого святого дня. И Иисус бросил вызов этому неправильному мышлению. Исцеление свято. Почему? Потому что оно проистекает от святого Бога. Все, что приходит от Бога, свято и достойно этого святого дня. Аминь. Итак, Иисус вернул туда правильное мышление. Дальше уже от самих книжников и фарисеев зависело, примут ли они это правильное мышление. Но Он позаботился о том, чтобы собрание знало, что в субботу правильно делать добро. Аминь. Религиозные лидеры думали, что исцеление недостаточно свято для субботы. Иисус же привлек к нему всеобщее внимание, высветив его крупным планом на том служении. Не так ли? То есть люди должны исцеляться в наших церквях. Это правильно и уместно. Он исцелил прямо в субботу, прямо на церковном служении, где и должны происходить исцеления, как и за пределами церковных стен. Богу важно, чтобы наши тела были исцелены. Богу это важно. Это стоило Иисусу всего. Он заплатил не только за спасение, но и за исцеление, как часть спасения. Десятый стих. «И посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Заметьте, Иисус смело посмотрел на них и затем повелел. «Протяни руку твою, сделай то, чего не можешь». «Сделай то, чего не можешь». Это же сухая рука. Он не мог ее протянуть. Но стоило ему начать двигаться в этом направлении, как сила встретила его неспособность и превратила ее в способность. Аминь. Когда он попытался сделать то, чего не мог, Божья сила сделала его здоровым. Аминь. Когда его рука еще не была исцелена, Иисус сказал «протяни ее». Он сказал ему протянуть ее до того, как появились какие-либо признаки исцеления. Одиннадцатый стих. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Религиозные лидеры не обрадовались. Они не сказали «слава Господу». Они бы предпочли, чтобы этот человек продолжил страдать. Как важно иметь сострадание к людям. Аминь. Религиозные лидеры не обрадовались. Они пришли в бешенство. Так что, кто бы не противостоял исцелению, все равно примите его. Кто бы не противостоял исцелению, все равно служите исцелением. Так поступал Иисус. Не позвольте тем, кто не знает, как благ Иисус, лишить вас и других людей исцеления. Иисус чудесный целитель. Аминь. Исцеление нам принадлежит. И Иисусу угодно, когда мы живем в исцелении. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.